В представлении большинства иностранцев Соединенные Штаты Америки являются образцом демократического государства, предоставляющего полную свободу личности своим гражданам. Это утверждение очень близко к истине. За три столетия, прошедших со времени принятия Декларации о независимости, страна создала удивительно продуманную судебную систему, способную разрешить практически любую проблему. Впрочем, именно их законодательство, нередко вызывает улыбку у граждан других стран. Стремление предусмотреть каждый возможный случай на уровне закона приводит к появлению весьма удивительных запретов, сильно отличающихся в различных штатах. Тем, кто желает посетить славный город Нью-Йорк, необходимо знать, что здесь есть такие действующие законы, в существование которых сложно поверить. С моральной точки зрения, супружеская измена считается преступлением во всех странах мира. Но в штате Нью-Йорк хранители семейных ценностей пошли дальше, установив уголовное наказание за адюльтер. Он распространяется на всех граждан, поэтому даже приезжим стоит быть острожными в случайных связях. Самые смешные и нелепые законы мира настойчивое проявление симпатии, которое может показаться окружающим флиртом, карается небольшим штрафом, составляющим 25 долларов. Для проявления настоящих чувств подобной суммой пожертвовать можно, но излишне любвеобильным людям это может ударить по карману. В каких странах нельзя закрывать лицо, где действуют запреты в центре великого города можно встретить множество уличных музыкантов, артистов и других людей, публично демонстрирующих свои таланты. Они являются неотъемлемой частью мегаполиса и не сталкиваются с серьезными ограничениями со стороны стражей правопорядка. Но желающих выступить с концертом на балконе ждут неприятности, ведь подобные выступления запрещены законом. 10 самых высокооплачиваемых профессий в Нью-Йорке все знаю, что мороженое нельзя есть тем, кто недавно переболел ангиной. Но в Нью-Йорке с этим лакомством связан другой, совершенно неординарный, закон. Здесь запрещено передвигаться по городу, засунув рожок мороженого в задний карман штанов. Впрочем, закон не очень строг и действует только по воскресеньям. Никто не любит, когда его сон нарушается храпом другого человека. Власти Нью-Йорка приняли закон, запрещающий храпеть. В случае, если это требование выполнить невозможно, то перед отходом ко сну необходимо плотно закрывать окна и двери, чтобы не потревожить соседей. Еще один необычный закон связан с ношением обуви. Начиная с 22 часов нельзя появляться на улице в домашних тапочках или шлепанцах. Впрочем, на дневное время суток запрет не распространяется, поэтому каждый желающий может пройти по Бродвею, не заботясь о наряде. Тем более, что в городе законодательно разрешено появляться в общественных местах топлис, независимо от половой принадлежности. Здесь приведены только некоторые из многочисленных законов США, которые вызывают улыбку и недоумение у большинства иностранцев. В разных штатах они могут сильно отличаться друг от друга и ограничиваются только воображением местной законодательной власти.